Володя отважный дельфинец. Только в облачность не входить. Невесомость учить не делать. Город Бриансон на ваших голубых экранах. Это высокий город в Альпах. Там перевал, на котором уже Италия. Так, ну и что просто ориентировались. Монте-Виза она где-то там. Это долина коррадора идет к городу Бриансон и там у нас запасной аэродром Сан-Трипан. Даже полоса видна. Сейчас попробую вытянуть. Вот она полоса аэродрома. И попробуйте увидеть ее на большом широком экране. Это запасной аэродром. В принципе, сейчас мы перемещаемся так, чтобы с любой точки долетать до него. Ну, это не сложно. 3 800, когда мы будем у Монте-Визы, мы тоже будем до него долетать, но это все непросто. Почему я вам говорю, что важно, что мы будем долетать? Да потому что самолет, например, если у него станет двигатель, он не долетит, как бы он не хотел. Вот станет на такой высоте самолетный двигатель, может быть, до Сан-Трипана еще дошкребает самолет с качеством 10. А мы имеем качество не 10, а ну 35, будем так считать, на пипестреле. А на Коинпланере другом, на Аргусе будет 45. Это расчетное рабочее качество. Вот уже максимально 50 и 40. Пипестреле это из области глубокой теории. Вот. Но мы можем долететь практически везде. Мы до дома долетаем. Мы прямо отсюда сейчас развернулись до дома там 80 километров, а мы дома. Вот это, конечно, магия планера. И за это я планер люблю, вот за эту безопасность. То есть ты летишь, ничего не боишься. А если пока не будет? Будет? Дойдем. Вот. Ну и, конечно, что лукавить. Мотор у нас есть, и у нас еще 81% заряд батарейки. Мы сегодня настолько удачно взлетели, настолько мало потратили энергии, что ведь сейчас с неким голосом летим и радуемся. Монте-Виза впереди в облаках. Да не так далеко осталось. Впереди хорошее облако, где мы можем набрать высоту. Вот. Там видно крутят планер уже. Собственно, все просто. Сбоку летит коллега. Давай-ка коллеги поблизуют. Давай его. Какой-то красивый коллег. Какой у него планер разноцветный. О-о-о-о. Так он еще немножечко… Отворачивает немножко. Ну, друзья, как мы с коллегами пересекаемся. Так, летим, летим. Вот как стрясет. Сейчас коллега тоже будет давать поток, наверное. Так, а мы впереди видели коллегу, который стоит в потоке. Стоит тут тапунами этих коллег. Так, план наш какой? Как я и сказал, набрать высоту. Пошел влево, закручивает. Вот змей. Вот я чувствовал, что левее поток есть. На самом деле можно смело к вершине протягивать вот так. И мы закрутим не хуже. Ух ты шьё. Вон еще один планер стоит. Давай к нему лучше подстроимся. Мне кажется, этот поопытнее будет. Закрылок на плюс 5. Поцараемся в мост пилоту. А он… Что, он крутит? Нет? Он, похоже, не крутит. Мы крутить хотим. Вот какой-то здесь. Кто в лес, кто по дрова. А? Да, еще один сверху. Линию мы выбрали хорошую. Ну, 5 метров в секунду на бариометре заброса. Вот планер, который с нами сошел. Видели? Он, получается, сделал безграмотную спираль, за что и посплатился. А мы сделали грамотную. Высоту нам надо добрать довольно быстро. Мне не нравится то, что у нас… Ага, смотрите, коллега, который, с которым мы начинали. Вот он все-таки подправил спиральку и стоит с нами. Что мне не нравится? Мне нравится, что облака настолько быстро растут и такие становятся какие-то злые, что ли, по-моему, ощущения. Я не люблю злые облака. Вот коллега. Какой-то добыл-ситер явно. Ага, тот… Тот крутит свою спираль. Кто вес, кто подрова. Тут поток широкий и каждый, так сказать, крутит, как он хочет. Ну, это не страшно. Нам осталось чуть-чуть добрать еще метров 200 и сможем дальше спарить. Так вот, я беспокоюсь всегда, когда вот такое мощное развитие плитами, потому что очень часто с такого всего идут грозы. А гроз по прогнозу нет. С другой стороны, по прогнозу погода должна была быть чуть более раньше и чуть другая. Поэтому, когда прогноз немножко не совпадает с ожиданием, то в этом случае всегда… О, полетел дальше, да? Всегда немножко начинаешь беспокоиться. Но все летят на Монте-Визу. Вот эта вся панда в полосатых купальниках явно вся на Монте-Визу спарит. Я хочу от него оказаться правее. Лишь мне так снимать легче. Вот здесь. Оп. Главное в облако, чтобы не влезли ни он, ни мы. Потому что, сами понимаете, в облаке встретиться с таким хорошим пилотом будет обидно. Так, куда-то он не туда летит, не на Монте-Визу. Оп. Можно использовать две тактики. Первая тактика – это под вот этим мощным облаком сместиться на границу Италии и Франции. Вот эта вот граница совпадает в данном случае с облачностью. Но, как показывает практика, у собой границы, вот потом дыра вот тогда, в которой ничего не работает. Поэтому лучший способ на самом деле прыгнуть вот на это ребро и попытаться там, в зоне конвергенции, выбраться повыше. Край Монте-Визы виден, поэтому, скорее всего, мы, если там выберемся, долетим до нее. Но это не точно. Долина здесь очень сложная, потому что потом, когда на Монте-Визе пошалил, начинаешь возвращаться. Нужно возвращаться по вот этой вот долине. Внизу ни потоков, ничего еще. Лэп какая-то дурацкая. Приходится очень далеко лететь, чтобы попасть к аэродрому Сан-Крепан. Сан-Крепан, вот крыло показывает кребет, за ним как раз. Ну, собственно, край озера Серпансон виден на выходе из долины. Где-то там, кстати, наш дом в километрах. Вот даже до дыра в руку видно. Он до него километров 80. Но когда поем на Монте-Визе, до дома будет 100 километров. Шабстакановка на Монте-Визе неплохая, но, конечно, будет сейчас непросто. Потому что, видите, нету облаков высотных по границе. Если они там на перевалах, там попытаемся выбраться. Ну, по крайней мере, вы увидели, как почти до Монте-Визе летают. А там будет видно. Мы все ближе к Монте-Визе. Однако здесь достаточно сложное место. Потому что вот под эти облака может сместиться. Но по опыту там, ну так, не очень все хорошо работает. Здесь, как я говорил, достаточно опасная долина. Потому что выход к аэродрому очень большой круг нужно делать. Крыло показывает на крепет, который нужно идти и опускаться в долину. Но все, короче, вилять тут со страстной силой. Поэтому мы, конечно, очень хотим выбраться повыше. С такой высоты, которой сейчас штурмовать в Монте-Визу невозможно. Твоя ручка по прямой летит. Край Монте-Визы вам даже вот видим. Смотрите через дырочку. Мы его все-таки показали. Это практически машина. Но мы попытаемся сейчас набрать высоту и туда все-таки слетать. Для этого нам надо дойти до перевала. Вот это перевал Ангела. И вот это как раз та самая дорога. Есть ролик на канале, как я ехал здесь с планерным прицепом. Конечно, был эпический подвиг. Но я с ним справился. Здесь есть обсерватория. Вот она, обсерватория. Будет поток или нет? Напишите в комментариях, верите мы в нас или нет. Планер сверху, выше. Значит, где-то он там набрал. Змей потлатый. Так, давай я возьму ручку. Друзья, пожелайте-ка нам ужайте. Удача прям нам совсем нужна. Эть, 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 заброс. Вот видите, к облакам уходит энергия. Но она здесь так уходит подло. Так здесь трясет нещадно. Так здесь технично все надо делать. Эть, эть. Вот боевой вход в поток. Закрылок на пять. Плюс эть. И не вписался я. Ну, сейчас пощупаю и впишусь. Ну, вот так и работаем. Вот прошли. Там, кстати, вспышка, облака не было. Здесь надо щупать, 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 щупать. Центрировать. Чуть протянуть сюда, наверное. И так далее. И будет длинная и муторная работа. И когда я наберу, я вам покажу красоту. Так и не смог я ничего набрать, к сожалению. Показываю вам перевал. Куча машинок ездит. И мы, скорее всего... Ну, штурмовать? Ну, вижу, да. Ну, я не хочу туда лететь. Штурмовать Монтевизу мы не можем, потому что у нас для этого недостаточно высоты. Поэтому что в этом случае стоит сделать? Немножечко отступить. С правой стороны явно кромка высокая. Облака, ну, километра четыре высотой. Поэтому мы просто в ту сторону отступаем на нескольких липтов. Там выбираемся и попробуем потом вернуться на Монтевизу. К сожалению, другого решения нету. Вот облачко какое-то мелкое висит. Вот я вам показываю. Вот вроде куда можно выбраться. Но у нас не получается. А вот под эти облака выбраться уже реально. Почему так? Потому что мы уходим от границы с Италией с мертвым воздухом. Который частично сюда затекает. И портит здесь погоду на нескольких липтов. То есть эти все дюансы надо знать. Вот. Вот он, поток. Я сейчас еще вперед протяну. И здесь будет мощный, сильный поток. То есть хребет, где обсерватория, вот там. Вот этот хребет намного лучше работает. Вот удивительно, но факт. А если это все-таки работать будет плохо хребет, то вот совсем недалеко осталось до нормальной облачности и нормальных потоков. Ну, залазим не в самое простое место. Вот перевальчик здесь. Должен быть поток. Сейчас проверяем, если он или нет. Оп. Да, похоже есть. Давайте немножечко сюда смещаемся. И закручиваю я. Скажу вам честно, в этот момент опять мой сфинктер немножечко с лоном общается. Видите? Знаете, с каких низов. То есть вот до перевала я пришел совсем низко. Ну, понятно, что я буду говорить вам, что это опять проклятие пепестреля. Ну, да. Но зато такой контент получается великолепный. Где мы поток взяли? Да примерно там, где надо. Видите? Вот следующий хребет, это как раз вот этот перевал Ангела. А здесь чуть дальше от Италии. Ну, хотя тоже вот Италия, извините, вот прямо по курсу. Но здесь получается немножко другой воздух, который вот по этой долине получается все течет. Вот оттуда поднимается. И вот здесь чпун, как над этим водоразделом, как бабахает вверх. И мы стремительным домкратом несемся вверх. Вот. Я думаю, еще минут пять и мы будем под кромкой. Видите? Вот облака как еще высоко. О, опять птица жирная. Посмотрите, какая огромная. Прямо щи. Сейчас я попробую к ней чуть подняться. Эть. Скорость сделать девяносто. Нет. Не получается. Эх. Да. Запаса у меня большого нет. Ну что? Набираю. Делать-то больше нечего. Просто набираю и получаю удовольствие. Под нами вершинка, с которой мы начинали. Поток огонь. Прет нас как из пушки вверх. Высота сейчас уже 3 900. То есть однозначно полетим к квантовизе. А пока вам просто с неспешного наборок. Красота окружающая. Видите? На перевалах много озер. Вот эта долинка идет к городу. Потом выходит в итоге к Барселонетту. Вот этот вот перевал. На котором мы только что зажигали с низов. Видите, какой масштаб. Только что зажигали. А сейчас уже черти где. На какой огромной. Эть, в высоте. Немножко подвыплевывает меня. Трясет. Видите? Да? Облако осталось чуть-чуть. Метров 200. Видите? Я пытаюсь набрать. Потому что потом это все позволит нам маневрировать. Вершина вон торчит. Монте Виза. Как мы не подлетим я еще не знаю. Но между тем уже успех. То что уже удалось набрать уже успех. Возьми ручку. Очень мне нравится. Крути-крути-крути-крути-крути. Вот этот домик. Вот видите. Я хотел вам снизу показать. Но не смог. Видите? Такой красивый домик. Можно сюда приехать. И я думаю, что даже на вот эти границы. Видите? Пешеходная тропа, кстати, есть. Из Италии во Францию, оказывается. Прям реальные пешеходные тропы. Потом вот видите, сколько велеподетных красивых озер прячется здесь. Мне кажется, просто рай какой-то должен быть. Вот это все, наверное, не обходить за всю жизнь. Вот если ходить каждый раз в отпуск в новое место, то... Эх, я ни разу не ходил еще. Максимум, что делал, это лазил вот на этот перевал. И то с прицепом планерным, как дурак. До облака уже рукой подать. Совсем чуть-чуть осталось. Но я смещаюсь по ветру. Попробую. Может быть, под этим облаком все-таки будет лучше. Высота Монтовиза 3800. Вот у нас уже... О, сейчас будет четыре километра, в принципе. Высота и лезть нельзя из кислорода. Ну, полетели. Не будем нарушать сильно. Твоя ручка по прямой. Закрыл их на минус пять. И все. Володя летит на Монтовизу. Как твои ощущения? Отлично. Вот это озеро я очень красиво проезжал, когда ехал с планерным прицепом. Посмотрите. Там такой итальянский городок очень красивый. Причем все дома с ледяной плиткой огромные выложены. Очень красивый сад. И город, и озеро. Представляете, такие виды на природу. Ну и, собственно, вот она Монтовиза. До нее фактически рукой подать. Но мы пойдем не как Володя собрался, а все-таки по зоне катвергенция. Если мы пойдем как он собрался, то мы туда не долетим, там будут не скотники. А нужно лететь вот, видите, вот здесь. По самой границе вот этой красоты. Твоя ручка. Максимально прижимаешься к этому облаку. Понял? Но находишься слева от него. Сейчас вы можете посмотреть, как это облака прям живет. Как оно увеличивается в размерах. Попробую так снимать, чтобы у них было побольше вида. Вот. И тебя подымает. Это нормально. Это и есть конвергенция. Но если вниз, а то скорость упадет слишком сильно. Он отважный. Володя. Так сказать, летел в зоне конвергенции. Вообще редко кому удается так полетать вдоль зоны конвергенции. Володя, можно сказать, человек счастливый. Но, видимо, он к этому шел долго. Слушал маму. Кушал кашу. Да? Конечно. Вот. Вот. Это для детей я кусочек всегда снимаю, что если дети будут кушать кашу и слушать маму, глядишь, у вас когда-нибудь будет такой полет. Вселенная, так сказать, возрадуется и поможет вам. Так, я взял ручку. Нам надо подумать о том, как нам подлететь к ремонт-дивизии. Потому что может так статься, что дырочки не будет. Вот сейчас я рассчитываю, что здесь будет дырочка. Ага. Дырочка есть. Все-таки, друзья, не зря я хлеб свой кушаю летный. Вот она дырочка. И вот она Монте-Виза. Я за такой вид, в принципе, за такой вид можно и родину продать. Ха-ха-ха-ха. Я шучу, друзья, насчет родины. Просто некоторые упираются. Там Родина моя. Я ради нее там все. А почему? Мне кажется, что планета Земля стала несколько мудрее. И вообще планетарное – это самое важное. А не какие-то там местечковые желания каких-то царьков у кого-то что-то стыбрить, где-то кого-то надуть, что-то отжать. Это какой-то, знаете, вот человек, в принципе, это обезьяна, которая немножко поумнела. Так вот, мне кажется, одни обезьяны поумнели, а другие так и остались туповатыми. Но отсюда все и проблемы. Поэтому, когда мне говорят, а ты кто? Космополит без рода, я говорю, я человек планеты Земля. Я радую жителей планеты Земля. Я живу друзьями в прекрасном мире, которые хочу улучшать своими действиями каждый день. Это надо делать именно, так сказать, красиво и высококультурно. Не делая неэтичных поступков. Вот это моя цель и моя философия. Друзья, вершина осталась слева, не удовольствие пролететь над вершиной. Это останется Володе на следующий раз. Вот крест на вершине видишь. Вот тебе Монте-Виза, радуйся. На камеру посмотри, хрюкни от радости. Вот это огонь. Да? Ха-ха-ха. Так, а мы оказались примерно на том маршруте, на котором собирался лететь Володя. Ну, в принципе, здесь везде держат, можно было и как он хотел пролететь. Вот вам еще вид на Монте-Визу. Ну, это просто праздник какой-то. На Монте-Визу дует ветер, поэтому фактически я как бы в динамике даже лечу. Так, скорость у меня 110. Смогу я чуть подняться капельку выше? Ну, смотрите, за счет уменьшения скорости я прям поднялся на уровень вершины и пролетаю мимо 300. Альпинисты есть? Альпинистов нет. И морду в облака и радоваться жизни. Эх! Да! Очень красиво. И мы, в принципе, можем двумя путями возвращаться вот туда, но это будет страшновато. Либо мы немножечко, собственно, используем путь такой же, как был. То есть мы сейчас перепрыгиваем вот это облако, так разгоняемся. И потом так... Главное, чтобы с той стороны никакой такой же маньяк не прыгнул нам навстречу. И потом так... По дороге с облаками! По дороге с облаками! Хе-хе-хей! Ну, ты счастлив, но хоть немножко? Максимально. Да? Эх-хе-хе-хе-хе-хе! Шо-шо, я сама в шоке, да? Эх, друзья! Действительно! Скажу я вам, не всегда удается так красиво полетать. Это прям большая удача. И, конечно, вот эти виды на облака. То есть вот прям максимально сейчас все переразвилось. И сейчас вот выглядит просто феерически. То есть вот, может, хоть немножко вам передает экран видео, как это выглядит. Ну, не знаю. Это выглядит максимально потрясно. Сейчас я хочу попробовать вот это облако на границе с Италией. Если здесь тоже какая-то конвергенция. Потому что может, в принципе, поднимать. Мы эту линию не использовали бы для подхода. Но почему бы и нет. Высоты у нас хватает потом рвануть? Хватает. Смотрите, как тут можно... Видите, как бы завиток. О! Это завиток какой растет. Вы посмотрите. Видно, как закручивается, как волна такая. Мы сейчас берем и так чуть ниже этого завитка пролетаем в щелочку. Щель. Вот он, вот он, вот этот завиточек. Эх! Волна с волной уговорит. Нет, звезда звездой уговорит. Это из какой-то ультика. Ой, фильма про красную шапочку, кажется. Так, 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 не шарить. Мы не хотим пополока. О! Попали в итоге в зону, где трясет. Да, друзья, это вид незабываемый, вид на миллион. Вы как бы хоть черкните там ради приличия комментарии. Имело смысл снимать вам вот это вот сын. Я же клятву давал, что никогда не буду снимать контент, пока не смонтирую старый. Ну вот, стоило сегодня снимать или надо было, стиснув зубы, терпеть? А? Напишите-ка. Хе-хе-хе-хе-хе. Бери ручку по прямой. Еще покатаемся. Ты не наглый, чувак? Чуть-чуть. А как мы домой потом вернемся? Вот допишите, друзья, что он еще и нагловат. Нельзя. Мы должны или тогда повторить, набрать, но на нас еще... Довольно-то время какое-то вернуться. То есть погода-то может кончиться. Это же не вечный лед, это планер. А на батарейке возвращаться в такой день будет пошловато. Ну вот это зацепим. Зацепим, зацепляй. Хочешь вдоль облаков полетать, полетай. Раздухарился мой ученичок, видите? Хе-хе-хе-хе-хе. На самом деле, еще послезавтра вот такой же день примерно. То есть я не знаю, за что ему такое счастье досталось. Ну вот, везет. Может, ты говорю, каши много ел, хорошо тебя вел. О, смотри, какая дырочка вот в нее так чпунь. Только так не делай, не надо, не надо. Можно делать только, когда камеру выключаешь. Хе-хе-хе. Пожалуй, пора выключать камеру. В дырочку влево. Давай. Давай, поворачивай влево в дырочку. Вот так, друзья. Может, мой ученик хотели вправо и повилял. Работает зона конвергенция. Эть. Эх. Так. И вот так подрезаем его верхушечку. Шпунь. Ха-ха-ха. А доволен как слон, мне кажется. Наконец-то пошалил. Наша же цель дальнейшая Так, 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 аккуратно Ручку плавно от себя Потому что сейчас невесомость сделаешь инструктуру И он будет ругаться очень сильно Ты еще не умеешь плавно ручку отдавать правильно Но считать, что тебе получилось повезло Но если бы я не сказал Могло бы быть хуже Друзья, вот это облака, под которыми мы недавно набирали Мы туда же летим, набираем И дальше следующая остановка озера Сердце Ну и потом оттуда домой Удаление от дома 103 километра Мы домой прилетаем на высоте минус 600 метров Надо будет еще набрать А на Монтрезе мы имели 110 Нет, зачем? Вот туда иди и все это натрутим Мы здесь пробовали, здесь слабее всегда потоки По обыду, чем впереди Самолеты летают высоко даже Прям вот лети на то место, где я набирал Вот видишь перевал этот Вот туда лети, там бери поток И можешь сейчас, но быстрее Вот она, эта красивая гостиница Куда прям хочется приехать О, можете рассмотреть все, что там творится Теперь, оп Вот тут она недалеко от границы И вот они пешеходные тропы, которыми ходят туристы Твоя ручка Вот она трава Тропа Трясет страшно Короче, тропа подбыла Вот еще одна тропа Около озера О, идут-идут пешей тропой И переходят через перевал Ну, красота О, пришел к нам коллега Сейчас мы его вам снимем по всей красоте О, это Артус О, это Артус Ну, какую же скорую я получу Вот так, ага Присыл нам попозировать О, красавчик Ну, так можно вместе набирать На такую высоту забрался мой ученик Это не я пилотировал, а он Сейчас, конечно, я взял Артус погонять А так, конечно, я за ним горжусь Он сегодня молодец Мне сказали, что он всегда молодцом был Вчера еще хулиганил только в путь А сегодня уже, пусть и наслаждаюсь тем, что он может попилотировать А я могу поснимать отдохнуть И потом поснимать Оп Красиво Я его держу Представляете, как пистель Вполне набирает тест из Артуса Вот он пошел на переход Проходим над Вот он вам Хорошая группа Хепрана Артус видом на Вуздекизу Все, мы домой Удаление 90 с чем-то километров Мы долетаем плюс 534 метра На аэродром прилетаем Представляете, вот где-то там наш аэродром Черт-и-где В 100 километрах почти А мы на этом планете спокойно туда долетаем Именно поэтому я говорю, что Насколько это лучше самолета Вот представляете, вот мы здесь летаем Долетают другие планера Все у нас хорошо И вот Мы все долетаем до аэродрома базового Ну, они до своего Мы до своего Я более чем уверен А у самолета, если здесь Стуканет мотор Что может быть, например Самолет сюда нет Отсюда не долетит Даже до базового аэродрома Сан-Крипан Вот в чем Почему планера так свободно летают в город Потому что это реально и безопасно Нет мотора Нет проблем Мы всегда летаем За счет энергии природы И в этом И кайф полный Наслаждаться такими видами И радоваться тому, что ты в принципе Всегда долетаешь до аэродрома Ну, это же прекрасно Эх Обожаю такие полеты Так, а наша цель Как я вам говорю Озеро Сердца До нее совсем недалеко осталось Забирай ручку Под этим облаком Сделаешь дельфина И потом вот на эти вот горы слева Убирай Прямо-прямо-прямо сейчас Разгоняйся 120-130 Мой ученик отважно пилотирует планер И вот за этими горами озера Девяти цветов Прямо по курсу долина Где находится аэродром Барселоне Это, в принципе, вид на ой-край Озеро Серпансон Вот, чтобы селектировать Озеро Серпансон И вот там, на дирижонте Пик-то-дюр С которого С которым Совершенно рядышком Наш уже Аэродром Поэтому вот эти все Альпы маленькие Вот там гроза варится Заповедником Мерконтор Куда-то туда Ницца, Монако И прочее Шушера Мы пикируем Моя ручка На озеро Девяти цветов Конечно, вид Продолжает радовать Собственно Монтевиза Вот у вас Крылышко на нее Показывает Мы от нее далеко Кстати, недавно мы там были А сейчас Уже совсем в другом месте Высоту немножко растеряли Потому что хулиганин Всего лишь 300 метров Мы приводим Сейчас домой на аэродром Но я знаю, где набрать И я высоту потерял Ну, будем считать специально Чтобы красивым показать Еще озеро Девяти цветов Вот как оно открывается Скалы Открывает на него вид Оно полностью растаяло Льда совсем нет Ну, на берегу Какой-то смешок лежит У нас сегодня Какой-то 6 августа Ну, вот считайте Что к 6 августа Озеро Девяти цветов тает Возьми ручку Сделай легкий правый плен Легкий правый плен Я вам сейчас Оно приближу Вот оно Как красиво смотрится И мы одним Делаем сейчас Торжественный круг Дует ветер встречный Ветер видно по озеру Видите, вот озеро Сразу я понимаю Как дует ветер Вот так он дует То есть на этом плата Нам будет мешать Вылететь в плата Все Моя ручка Я часто здесь Кручу Нагелики Так сказать Виражи Спускаюсь Прямо до озера Но Сейчас Спускаться до озера Я не буду Потому что Нам нужно Все-таки У нас уже Половина шестого И До дому Недалеко 91 километр Ну В принципе Час лететь Нам Но сейчас Правда Долет будет Меньше чем час Но все равно Рисковать не кончено Здесь По озеру Красивые Порывы идут Сейчас Прям все Вот близко Обещайте сюда Забраться Сюда можно Доехать Там Видите Приют Сейчас Этот приют Пролетим И с тропой Пешеходная По озеру Погулять Прям я Сам все Жду тот момент Когда наконец-то Я стану Поменьше летать А побольше ходить Но мы с Максом И с Тусей Сюда рванем В эту красоту И будем сидеть На каком-нибудь Вот этом Крепте Любоваться С одной стороны Италии С другой стороны Франции Где два озера Разделены Перевалом Какая грустная История Интересно Люди там есть Если есть Они должны Радоваться Как мы над ним Красиво летаем Возьми ручку И лети Прямо на вот эту О, как солнце Красиво На скалу Вот эту Возьми Сделай легкий Крен Чтобы скалу Облететь Чуть слева Вот так Достаточно Эти любили Крен В конце Есть там Пушечка Такая Приютик Видите Куда можно Песком Пройти И переночевать Видите А сейчас Я сделаю Красивый вид Моя ручка На Облет Вот этой Вот скалы Чем она характерна Потому что Когда ты ее Облетаешь Одновременно То во Франции То в Италии То во Франции То в Италии Гроза Прямо хорошая Ну и над ней Потоп Потоп Я не беру Потому что Заправлюсь Энергией Дальше А здесь Просто красиво Видит на скалу И на озеро На ее фоне Я же сейчас Видите Подбираю Не просто Ракурс А я уже Что-то Движется Видит я Кинематографических Высот Достиг Вот так Я умею Уже Скажите Насколько вам нравятся Вот такие пролеты Когда Какая-то На переднем плане Гора И она Так вот Вокруг Создает Ракурс Такой Чувство Этого Пространства И рельефа Вот Можете написать Комментарий Я Ниже Больше пролететь Не смогу То что Снизился Сейчас Меня может Нахлобучить Следующим пролетом Обожаю Такие виды Видит И теперь Вот вам там Вид Снизу На избушку На озеро Еще одно Красивое И я вам расскажу Сейчас Как же мы Полетим домой Может у нас Сейчас батарейка Сядет Полетим Очень просто Переде видите Какое мощное облако Там мы возьмем Кромку А кромка Сейчас 3800 И просто Не думая Не глядя Вот так Чпуни домой Ты готов? Поехали Курс Под облако Бери ручку Все Теперь домой Ты уже возвращаешь Инструктора Инструктор Будет спать Все Так я устал Друзья Что можно И трянуть Это шучу Я шучу Беда Сковорит Пока еще Рановато С таким учеником Спать Он талантливый Но иногда Я хулиганец Куда 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 Полетел Куда Я же за тобой Для глубокоуважаемых любителей И летных видов спорта Уходит Друзья Уходит Змей Ну пройдет сейчас рядышком Какая красивая Шпок Под этой грядой Подберем Я думаю Что без всяких наборов Долетим до аэродрома Володя спалит Под грядой И У нас Все улучшилось Удаление От аэродрома 69 километров Пролетаем на аэродром Наделимся В 500 метрах Показалось Озеро Серпансон Чтобы мы могли Сориентироваться И вот На горизонте Пик де Бюр То есть Собственно Туда мы Долетаем Уже без единого Виража Просто летим По прямой И все Время 6 часов Скоро будем дома Погода В принципе Еще есть Слева На паркуре Можно было Погулять В принципе Справа на экране Еще не все Растаяло Но Как показывает Практика Это все Выключается Достаточно быстро И Пора и честь знать И видите Все растет Растет Высота долета Уже 900 Вот Километр Вот сейчас До конца Дойдем Будет километр Это гора Маргон Володя сейчас Трегирует Полет дельфинов Тормозится В восходящих Потоках Трясет Прилично Разгоняется В нисходящих Да Нравится Огонь Видите До облаков Добрались Ну и да До облаков Привозим Тысячу метров Километр До аэродрома Идем Вперед И Юху Вот Таких Дельфинов Мы тут Ловим Нифигаси Как там Попахло Друзья Все-таки Сделаем Кружочек Могу Долетит Аэродром Из наборов Но просто Чтобы вы Оценили Обстановку Как выглядит Долет Домой Когда уже Вечерело Разваливающихся Несколько гроз Однаковальные Видны Мы Над горой Маргон Сейчас И Красивый Вид На озеро Серпансон На котором Мы сейчас Полетим Вот Крыло Показывает Направление Наш По движению Мы полетим Сторву Пик де Бюра Полетим Против Ветра Но запаска Высоты У нас Огромная Она сейчас Три с половиной Километра Высоты Редко Когда в этой местности Удается Столько Набрать Ну и вот Осталось Облако Осталось Облако Которое Чуть Чуть Придержало Тысячу Девяносто метров Мы привозим На аэродром Если полетим До него Вот так Ну и полетим Наверное Через Пик де Бюр Потому что Так там Будет мешать Аэродром Гапталар Поэтому Мы сделаем Небольшой крюк Ну высоты С запасом До дома 23 километра Остаток Высоты 570 метров Представляете 500 метров Мы разменяли По дороге Из-за Неоптимального Курса Мы Обходили Там Аэродром Гапталар И Вот здесь Преграждают Горы Дорогу домой Поэтому Нам пришлось Прижаться К Пик де Бюру И обойти Все это На это Надо всегда Учитывать По расчете Долета Пик де Бюр На котором Начинался Наш ролик И где-то Впереди Вот там Наш аэродром Мы опять же Идем Не курсом Который нам Нужен А немножечко Обходим Вот эти горы Пролетаем Рядом С горой Уль Чем она Характерна Здесь Сейчас я вам покажу Скопеечку На которой Можно вечером Посидеть Свесив ножки И полюбоваться Видами окружающей Природы И дальше О, птица Какая-то наглая Здесь еще даже Есть энергия Потоки Но в принципе Там высоты Более чем хватает Он уже Наш аэродром На расстоянии 10 километров Под нами Колдун Который Показывает Небольшой Компонент Северный Чуть-чуть Буквально Дует Севера И запада Это тот Случай Когда Можно и по ветру Приземлиться Но Пистель Такой Прикучий Так он Мне не нравится Когда он Прыгает Поэтому Я все-таки Буду Заходить От горы У нас есть электромотор Поэтому Просто мотор Быстро Доедем Заводим Вчера В такой же ситуации Мы приземлялись Ну Честно говоря Было Не очень приятно Скакать По ветру На поднестреле Нам еще Входу Поднуло Мы Скакали Как Кони Мне Это Не понравилось Сейчас Я проверил Выпущено Все В порядке Приземлимся Скорость Я держу С пунктом 20 Потому что Здесь Будет Такая Неприятная Деревья Всяких Тихо Шляга Лучше Пониже Пройти По Высокой Скорости Вот И теперь Я прям В планету Подожим Планер Чтобы Практика Тебе С поведенств И его Сносим О Как Сносим О Истрапка Мое Любимое Место Это касание И вполне Удачная Попестрель Придет Вчера Володя Когда собрать Посадка Была Намного Намного Хуже Разворачиваемся Выпускаем Винтомоторную Группу И сейчас Пожужит Уже На моторе Вот конечно Преимущество Попестреля Огромное Это наличие Двигателя Вот так Мы друзья Катаемся На электротяге Уп Сворачиваем К ангару И расход Батарейки При этом Ну может быть Пол процента Немного Некоторые Пакуются Уже В прицеп Видите Нам Паковаться В прицеп Не нужно Мы просто Паркуемся В ангар И сейчас Надо аккуратненько Подъехать В тенечек И выключить Моторчик Вовремя И может Даже Использовать Тормоз Тормоз Вот Глуп Стой Зонька В тенечек В тенечек В тенечек До новых встреч Глубокоуважаемые Любители Летных видов Спорта Фух До новых Позитивных роликов Регей